В Казанском университете стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Хирургия. Зона профессионального риска». Ну, мне хочется, чтобы и вы сформировали, даже если хотите, сделку, которую сегодня вы услышите и рассматриваете, чтобы и вы сформировали позицию, по которой вы могли бы и объяснить свои действия, и защитить себя. Русфонд вместе с Казанским университетом продолжает помогать больным детям. В помощи нуждается пятилетний Тимур Грифуллин. Мы вот прошли первый курс терапии, массажа, бандажирования, заказали лечебный трикотаж, который он носит вот в течение года. И, естественно, эти курсы нам нужны пожизненно. Сессия в самом разгаре. Что чувствуют студенты и как справиться с волнением перед экзаменом? Одни люди переживают сильнее и дольше, другие меньше и менее интенсивно. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Радик Загедулян. Казанский федеральный университет в рамках рабочего визита в Республику Татарстан посетил председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связями соотечественниками Леонид Калашников. В сопровождении проректора по общим вопросам КФУ Решата Кузеерова он побывал в музее истории Казанского университета. В том числе осмотрел входящую в его состав мемориальную аудиторию юридического факультета. Мне приятно сегодня находиться у вас в университете и посидеть, тем более, в такой части мало кому удостаивается на скамье, где когда-то сидел Ульянов Ленин или Толстой писатель. Но, видимо, какая-то аура, которая притягивает таких талантливых людей и сегодня, такие талантливые люди в Казани тоже есть, и к ним стягиваются вот эти евразийско-интеграционные процессы. В Казанском федеральном университете стартовала межрегиональная научно-практическая конференция хирургии зона профессионального риска. О том, кто принял в ней участие и какие заявлены темы выступлений, расскажем в нашем следующем сюжете. Принимают участие в конференции педагоги все, кто обучает будущих медиков, представители непосредственно тех, кто занимается организацией и контролем оказания медицинской помощи. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета профессор Андрей Киасов в приветственном слове отметил, что вопросы в целом важны для здравоохранения Республики Тарстан. Руководитель территориального органа Федеральной службы по назору в сфере здравоохранения по республике Тарстан Любовь Шахудина обратил внимание на то, что сейчас стало поступать много жалоб гражданам по части оказания медицинской помощи. Настал период, когда у пациентов сформировались четкие запросы. Ну, мне хочется, чтобы и вы сформировали, даже исходя из материалов, которые сегодня вы услышите и рассмотрите, чтобы и вы сформировали позицию, по которой вы могли бы и объяснить свои действия, и защитить себя, и действительно не попасть вот в эти жернова. В рамках конференции планируется обсуждение тем контроля хирургической деятельности, практики и особенности уголовной ответственности и правовые аспекты защиты медицинских работников, прав пациентов при оказании медицинской помощи. По итогу конференции ожидается вручение образовательных сертификатов Российского общества хирургов, а также экскурсия по инновационному доклиническому комплексу симуляционного обучения Казанского федерального университета. Илья Андреев, Фарид Захид Угле, Универньюз. 11 июня на базе Института психологии и образования КФУ прошел круглый стол «Мы связаны одной судьбой с тобой Россия», приуроченный к празднованию одной из самых важных дат в истории страны – Дню России, который ежегодно празднуется 12 июня. В Елабужском институте Казанского университета были подведены итоги второй научно-технической школы новых технологий. Все подробности в сюжете. В течение 10 дней учащиеся с 6 по 11 класса со всего Татарстана занимались изучением основ программирования и проектирования робототехнических систем. В рамках реализации проекта «Поколение индустрии 4.0» ребята занимались изучением технологии машинного зрения, интернета вещей, программируемой автоматики и дополненной реальности. Один из мальчиков сделал очень интересный проект по мониторингу форм образовательной деятельности в классах. И этот проект реализуется в рамках цели устойчивого развития, связанного с обеспечением доступности образования. Преподавателями школы стали специалисты лаборатории робототехники и промышленного дизайна города Казани. Конечным результатом смены должна была стать разработка проектов в области экологии и социального развития. Мы создали проект по обнажению грозовых фронтов. Цель нашего проекта в том, чтобы определить, в каких местах больше всего появляются грозовые фронта, и в этих местах установить ферму по отлову молнии. Всего в ходе презентации было представлено 9 проектов, каждый из которых был направлен на решение важных проблем экологии региона и развития социальной инфраструктуры. Елизавета Никитина, Айдар Нормеев, Универ-Ньюс. Казанский университет уже несколько лет продолжает сотрудничество с Русфондом. В помощи нуждается пятилетний Тимур Гарифуллин, у которого врожденный порог развития лимфатической системы. Все подробности далее. Впервые о болезни Тимура его мама узнала на последней неделе беременности. Врачу на УЗИ показались одутловатые икры и стопы. После рождения Тимура перевели в детскую республиканскую клиническую больницу на диагностику. Но диагноз лимфедемы ему поставили не сразу. В прошлом году, это получается 6 лет, мы узнали, что в нашем городе есть лимфолог Айгиз Камильевич, попали к нему. Как раз нам экстренно нужна была помощь. Лето было жаркое, ноги сильно отекли. И мы прошли первый курс терапии, массажа, бандажирования. Заказали лечебный трикотаж, который он носит в течение года. Эти курсы нужны Тимуру пожизненно. Трикотажное белье шьется только по заказу, на каждую ногу по отдельности. Массажи и бандажирование не входят в программу бесплатного лечения. Поэтому семье все приходится делать платно. Русфонд вместе с научно-клиническим центром запустил благотворительный проект в помощи детям, больным лимфедемой. Это довольно-таки серьезная проблема лечения лимфедемы. А когда это касается детей, это очень важный процесс. Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровыми. А когда они начинают болеть хроническими болезнями, это всегда очень большая экономика, ноша и психологическая, и материальная для родителей. Несмотря на болезни, Тимур старается жить обычной жизнью пятилетнего мальчишки. Строит лего, мечтает работать в кафе и даже борется со своим папой. Я его постоянно побуждаю, не одного. Он никогда меня не выиграл. По данным сайта Русфонда, Тимуру на лечение требуется 591 810 рублей. Сейчас в семье Грифулиных очень важно собрать нужную сумму. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Также любую другую сумму можно внести на официальном сайте Русфонда. Инджеми Небаева, Виолетта Басова, Универт Ньюс. Сессия в самом разгаре. Что чувствуют студенты и как справиться с волнением перед экзаменом, узнаем в сюжете наших коллег. Тополиный пух, жара июнь. Для студентов эта песня не кажется беззаботной. Начало лета, пора экзаменов. И все студенты переживают их по-разному. Особенно волнуются студенты младших курсов. Этот семестр достаточно был очень тяжелый, поэтому я очень волнуюсь перед экзаменами. Постоянные занятия дома, то есть повторение, повторение, еще раз повторение. Такое волнение появляется, наверное, перед кабинетом, когда уже заходишь. Уже за три года как-то привыкли, что приходим, учимся, готовимся и сдадим. Конечно, волнуюсь. Но иногда есть некоторые экзамены, которые я сам знаю, что будет очень трудно заводить. Обычно все студенты испытывают стресс, какие-то волнения, но уже со временем привыкаю. По статистике для двух из десяти студентов стресс перед экзаменом может стать причиной провала. Но психологи утверждают, волнение – это нормальная реакция организма перед испытанием. Одни люди переживают сильнее и дольше, другие меньше и менее интенсивно. Можно подышать, например, на счет пять глубокий вдох, посчитать про себя до пяти. Задержать дыхание на счет до трех или тоже до пяти. И также на счет до пяти выдох сделать. И так несколько циклов, три-четыре, не больше пяти обычно. В Казанском федеральном университете действует психологическая помощь студентам. Контакты можно найти на сайте университета. Номер экстренной психологической помощи – 7 843 206 55 05. Анастасия Вахрушева, Анна Азанова, Фарид Захит Углы, Универ Ньюз. На этом все. В студии был Радик Загидурин. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин